В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирины Варсан. Здравствуйте. Серьезное ДТП произошло в Штефанводском районе. Погиб 48-летний мужчина. Несколько человек, среди которых и сотрудники пограничной полиции, получили ранение в результате столкновения автомашин. Возможный виновник дорожно-транспортного происшествия также является пограничником. По сообщению представителей закона, авария произошла вечером 7 сентября около 23 часов на участке шоссе между селами Антонешты и Ланешты Штефанводского района. Согласно предварительным данным, водитель БМВ, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и ударил сзади автомобиль «Дача Дастер», которым управлял сотрудник пограничной полиции. От удара БМВ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной марки «Тойота», за рулем которой находился 48-летний мужчина. В результате сильного удара водитель «Тойота» погиб. В его автомобиле находились 4 пассажира, трое мужчин и одна женщина, граждане Российской Федерации в возрасте от 26 до 45 лет. Они получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в районную больницу. Согласно показаниям, полученным на месте происшествия, за рулем БМВ находилась 46-летняя жительница села Слабазия Штефанводского района. Полиция проверяет также другую версию, по которой автомобилем БМВ управлял ее сын, сотрудник пограничной полиции. Мы попытались получить комментарий в пограничной полиции, однако телефон офицера по связям с прессой оказался отключенным. Проводится расследование в рамках уголовного дела для установления всех обстоятельств происшествия. Молдавские альпинисты, отец и сын, пропавшие в горах Грузии несколько дней назад, были найдены мертвыми 8 сентября, сообщают местные СМИ. Представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции заявили, что информация о гибели молдавских граждан официально пока не подтверждена. В районе, где произошел инцидент, продолжается наземная спасательная операция. Посольство Молдовы постоянно находится на связи с местными властями и родственниками пропавших альпинистов. Новостной портал frontnews.ge сообщает, что накануне поискам помешали суровые погодные условия. Из-за сильного ветра спасательная операция прошла без участия вертолета. В Медеи подробную информацию об инциденте пообещали дать позже. Об исчезновении мужа и сына сообщила в социальной сети супруга альпиниста. Новое подорожание топлива. Сегодня, 8 сентября, бензин уже стоит 20 леев 52 бана, что на 13 банов больше, чем накануне. Выше на 7 банов и цена дизельного топлива, которое продают за 16 леев 63 бана. Это четвертое повышение цен за неделю с момента вступления в силу поправок инициированных партией действий «Солидарность», согласно которым максимальные розничные цены на основные виды топлива вновь устанавливает Наре. Кроме того, на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике размещены и максимальные цены на топливо на 9 сентября. Так, в четверг бензин на 95 будет дороже, чем сегодня на 9 банов, а дизельное топливо на 3 бана. И будет продаваться по 20 леев 62 бана и 16 леев 66 банов соответственно. Уточним, со 2 сентября бензин подорожал в целом на 45 банов, а дизельное топливо на 36 банов. В связи с этим, руководство Национального агентства по регулированию в энергетике могут пригласить на следующей неделе в парламент по вопросу повышения цен в последнее время. Это происходит на фоне того, что 8 сентября Комиссия по экономике, бюджету и финансам приняла предложение депутатов от блока коммунистов и социалистов. Денежные средства, похищенные из банковской системы, можно вернуть двумя путями – уголовным и административным. Таково мнение Генеральной прокуратуры, изложенное в заявлении, где также отмечается необходимость разработки официального документа на уровне правительства, парламента и ряда других государственных структур для решения соответствующей проблемы. В ответ на предложение нашего телеканала прокомментировать заявление Генпрокуратуры, представители правительства пообещали озвучить свое мнение в скором времени, тогда как в парламенте нам ответили, что решение по данному поводу может быть принято парламентскими фракциями. В распространенном Генеральной прокуратурой заявлении говорится, что до настоящего времени ни один из органов государственной власти не обратился к ней с комплексным видением мер по возврату похищенных из банковской системы средств, а также с конкретным планом исполнения требований, изложенных в меморандуме РМЕС о макрофинансовой помощи. Как уточняется в заявлении, наряду с тем, что изложенные в стратегии меры выходят за рамки ее компетенции, прокуратура констатировала, что стратегия возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы, по сути, разработана в период захваченного государства при неизвестных обстоятельствах и неизвестными лицами. Этот стратегический документ не обрел статуса официального документа, и, следовательно, неясно, как в дальнейшем он стал упоминаться в определенных актах парламента и правительства, в том числе в меморандуме РМЕС. Как утверждают в прокуратуре, для обеспечения эффективности процесса возврата похищенных денег государству необходим комплексный стратегический документ. Однако разработка и исполнение подобной стратегии превышает рамки полномочий прокуратуры, в связи с чем требуется участие правительства и парламента. Возложение ответственности за весь процесс возврата похищенных банковских средств на прокуратуру, которая в приоритетном порядке должна обеспечить эффективность уголовного преследования по делу и функциональные полномочия, которые слишком ограничены законом, что не позволяет покрыть весь спектр действий, требуемых в этом направлении, по существу привело к достижению результатов ниже ожиданий общества и конфликтной ситуации между органами власти первого уровня, а также к угрозе дискредитации перед внешними партнерами по развитию. Исходя из сказанного, Генеральная прокуратура предлагает создать рабочую группу по разработке документов, которые будут делегированы по одному представителю от Генпрокуратуры и от специализированных прокуратур, вовлеченных в расследование банковской кражи. Также ведомство представит свою позицию по уголовной и административной составным частям дела. Ранее бывший президент Административного совета Банка деэкономии Илон Шур сообщил в одном из интервью свои предложения по возврату средств, похищенных из банковской системы. По его словам, акционеры, ликвидированных в 2015 году банков, готовы выкупить пакет неблагополучных кредитов, чтобы возместить государству нанесенный ущерб, после чего взыщут затраты с истинных выгодополучателей банковского хищения. Также Шур вновь подтвердил свою готовность сотрудничать со следствиями и лично дать показания в суде при условии отмены ордера на его арест. Однако многочисленные обращения адвокатов Илона Шура остались без ответа со стороны государственных структур. Эксперт Промолекс Павел Постика назначен новым членом Центральной избирательной комиссии. Указ подписан президентом страны. Ранее Постика занимал должность программного директора и менеджера по развитию Ассоциации Промолекс. Согласно закону, состав Центра избиркома выбирают большинством голосов депутатов. Из девяти членов ЦИК одного предлагает глава государства, восемь других парламентарий. В зависимости от того, сколько занимаемых в законодательном органе мест имеет каждая фракция. В нынешнем созыве пять человек будут предложены ПДС, трое – оппозиции. Полномочия действующего состава ЦИК истекли в июне. Бывший директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну не будет восстановлен в должности главы НЦБК. Суд столичного сектора Рыжкановка отклонил его ходатайство как необоснованное. Напомним, Зумбряну требовал проверить законность своей отставки. Решение суда может быть обжаловано. Нам не удалось дозвониться экс-главе НЦБК, чтобы получить комментарий. Его телефон был отключен. Богдан Зумбряну занимал должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией с 2017 по 2019 годы и был уволен два года назад решением парламентского большинства. Народные избранники аргументировали тогда это тем, что глава центра злоупотреблял своим служебным положением и несет ответственность за проигранные дела в ЕСПЧ. После отставки Зумбряну продолжил работу в НЦБК в должности начальника Главного управления уголовного преследования. Однако вскоре подал заявление об уходе, сославшись на причины личного характера. Жильцы многоэтажки в центре города Ханчешты до сих пор живут в страхе из-за того, что их дом может рухнуть в любой момент. Местные власти приняли решение о расселении, но варианты, которые они предлагают жильцов, не устраивают. Некоторые говорят, что временное жилье находится слишком далеко, а другие, что никто к ним не приходил с ключами. Тем временем комиссия, созданная для оценки ситуации, только через неделю предоставит отчет. До того времени некоторые жильцы пытаются как могут заделать появившиеся трещины. Елена Сырбу – одна из жительниц дома, которая вынуждена покинуть свою квартиру в проблемном многоквартирном доме в Ханчештах. До этого она вложила в свои жилья около 4 тысяч евро, с большим трудом заработанной за границей. Если честно, я впала в депрессию. Только недавно сделала ремонт, и через три дня начались все эти проблемы. Ширина трещины между блоками 37 сантиметров. Сегодня собираюсь купить специальную строительную пену, чтобы заделать трещины. По словам Елены, она бы переехала для собственной безопасности, но не знает куда, так как решение, предложенное властями, не очень понятно. Мне позвонили и сказали, что есть место где-то в Ханчештах, но ни один из представителей местной администрации не пришел ко мне и не сказал, вот ключи от временного жилья, надо эвакуироваться. Я в полном неведении. Трещины, которые видны сейчас, месяц назад, были еще не так заметны. Они становятся все больше и больше, а в некоторых местах начала падать и фасадная плитка. Дом расположен в самом центре города, рядом с примарией. В таком же состоянии неопределенности мы застали и других жильцов дома. Куда мы отправимся с двумя детьми, один в четвертом классе, другой дошкольник? Кто даст нам жилье в аренду? И еще так быстро. Спустя несколько недель после появления трещин в жилом доме, примар Ханчешт говорит, что он все еще пытается найти временное жилье для 42 семей. Пока нашли только 20 квартир и то за пределами города. Этот вариант подходит не всем жильцам. У примарии нет в собственности ни общежитий, ни квартиры. Есть общежития профтехучилища и строительного колледжа. Муниципальный совет нашел одно решение и предложил 20 квартир социального жилья, построенных в селах Ханчештского района. Аврийный жилой дом на улице Михалча Хынку в городе Ханчешты был построен в 60-х годах. После проливных дождей в последние недели трещины стали все более явными. Более того, по данным местных властей, дом накренился на несколько сантиметров. В августе была сформирована специальная комиссия, в которую вошли местные и районные власти, а также специалисты Министерства экономики и инфраструктуры. Эксперты заявили, что отчет о работе будет готов только после 17 сентября. Тогда же будет принято и официальное решение о судьбе аварийного здания. САРС-КОВ-2 САРС-КОВ-2 Комиссия общественного здоровья в зонах Красного кода рекомендуется изолировать инфицированных граждан на дому, перевести учебные заведения на обучение онлайн, запретить массовые мероприятия и необязательные визиты. В Греции власти рассматривают возможность введения обязательной вакцинации против COVID-19 для преподавателей и священников, а Куба приступила к вакцинации детей, достигших двухлетнего возраста. В соседней Румынии же стремительно распространяется штамм коронавирусной инфекции Дельта. Греция рассматривает возможность введения обязательной вакцинации против COVID-19 для педагогов и священников. По словам официальных лиц, такое решение может быть принято в зависимости от того, насколько увеличится количество инфицированных людей. В настоящее время власти разрешают учителям, не сделавшим прививку, периодически проходить тестирование на COVID-19 за свой счет. Те, кто отказываются, рискуют лишиться части заработной платы или могут быть отстранены от работы. С 1 сентября в Греции вакцинация против COVID-19 является обязательной для медицинских работников. В конце недели министр здравоохранения сообщил, что за отказ от иммунизации от работы отстранены почти 7 тысяч граждан. Тем не менее, доля вакцинированных врачей в государстве составляет 95%. В Румынии стремительно распространяется штамм Дельта. Еженедельный отчет Национального института общественного здоровья показывает, что он передается на уровни местных сообществ. На сегодняшний день в стране подтверждено 807 случаев заражения Дельта. Штамм выявлен в 38 жудецах из 41, а также в Бухаресте. В своем большинстве заражения происходили не из-за вспышек заболевания или ввоза вируса из-за границы. В 200 случаях инфицированные были полностью вакцинированы. Эпидемиологическая ситуация в Румынии продолжает ухудшаться. Во вторник было выявлено более 2000 новых заражений COVID-19 и 48 человек умерли. Куба принимает более решительные меры по борьбе с вирусом. Там начали прививать детей, которым исполнилось два года, сообщает инсайдер. Государство борется с новой волной пандемии, хотя в прошлом году властям удалось приостановить распространение инфекции. В стране с населением 11 миллионов человек используют две вакцины местного производства, которые не были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. The Guardian пишет со ссылкой на заявление кубинского руководства, что эффективность препарата составляет более 90%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова